Безработные пенсионеры Каменского района рвутся во власть. Собеседование претендентов на пост главы муниципалитета комиссию в большинстве своем шокировало. В районе политического хаоса вновь делают попытку назначить ответственного. Предпоследний этап пройден. 12 из 12 кандидатов допущены до выборов депутатами. Нужно быть не только хорошим хозяйственником, но и понимать, как протекают общественно-политические процессы. То есть нужно иметь определенный жизненный опыт, нужно иметь политический опыт, потому что абсолютно убежден, что должность в большей степени политическая. Дезориентации власти больше двух лет с тех пор, как бывший глава Федор Надин отстранен из-за уголовного дела. Исполняющим обязанности была Евгения Гордиенко, против которой периодически выступают депутаты и не продляют ее представительные полномочия в районе конфликта с полнительной и законодательной власти. Есть ли у кого-то какие-то претензии в отношении того, что я не ответила на ваш вопрос? Документы не подписываются вовремя. Мы вынуждены обращаться, точнее не мы вынуждены обращаться, а приезжать уважаемые люди к нашей коллеге из края и решать те вопросы, которые должны были решить вы. Последние две недели камень вновь без главы. Изменится ли это, никто уже не прогнозирует. По словам экспертов, реально пост потянули бы двое. Сама Гордиенко, которая уже хочет спокойно уйти, и Дмитрий Ворсин, депутат Барнаульской гордумы. Чтобы глава состоялся, за одного кандидата должны отдать 11 голосов из 17. Но готовы ли депутаты к единению? А ведь от этого вновь зависит вопрос бюджета. Если его опять не примут, район может пострадать. Финансирование осуществляется по 1.12, бюджет того года, и там на самом деле очень многие программы замораживаются. Нельзя сказать, что то, что было в январе прошлого года, будет в январе следующего года. Потому что район в разные программы входит, по-разному эти деньги фиксируются. Большая часть, все равно, подавляющая часть бюджетных денег, она целевая по программам идет. По мнению Лукина, вариант, что главу не изберут, есть. По мнению Железовского, главу скорее назначит. И призывает коллег к компромиссу. Решающая сессия, которая может положить конец анархии в камни, уже в понедельник. Согласие есть продукт непротивления всех сторон. Поэтому удачи, удачи депутатам, удачи конкурсантам. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Анастасия Дорога, Николай Шелко, день с толком.